На части территории города Нальчика и в Чурягском районе Кабардино-Балкарской Республики РФ утром 11 апреля объявили режим контртеррористической операции. По данным телеграм-канала Астра, режим кто введен в целях пресечения и раскрытия террористического акта. Вскоре телеграм-канал Шот сообщил, что при городе Нальчика идет бой якобы с группой бандитов. Правоохранительные органы утверждают, что боевики, причастные к террористической деятельности, были блокированы в одном из частных домов и открыли огонь по полицейским в ответ на предложение сдаться. Позже стало известно, что в Нальчике в ходе контртеррористической операции убили двух человек, которые якобы собирались совершать диверсии и теракты. Ранее 31 марта в столице Дагестана, Махачкале и городе Каспийске также был введен режим контртеррористической операции. Тогда, по данным Национального антитеррористического комитета РФ, в ходе операции были задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности. Подобный инцидент произошел и 2 марта в Ингушетии. В городе Карабулак российские силовики объявили режим кто, а затем около 12 часов ввели бой с вооруженными людьми, которых называли террористами. Вскоре РосСМИ заявили, что шесть боевиков были убиты. Как рассказал представитель комитета Ингушской независимости Магомед Тариев, перестрелка на самом деле велась между силовиками ФСБ и бойцами сопротивления Ингушетии. По его словам, это сопротивление длится уже 200 лет, с момента, когда Россия оккупировала Ингушетию. Борьба будет продолжаться и в дальнейшем. Жителям Курганской области РФ грозит масштабное затопление. В соцсетях появилось видео аварийного сброса воды с Каратамарского водохранилища в северном Казахстане. Сообщается, что на Курган оттуда якобы идет волна высотой 14 метров, в то время как высота дамбы, защищающей Курган, составляет 11 метров. В Курганской области уже несколько дней действует режим ЧАЭС, а жители эвакуируют. По официальным данным МЧАЭС, уровень воды в реке Табол может достичь более 11 метров. Тем временем в самом Кургане укрепляют дамбу с помощью мешков с песком. Как сообщают казахстанские блогеры и активист Айдос Садыков, Казахстан также настигли крупнейшие за всю историю страны паводки. К примеру, из четырех западных областей три затопило. Кроме того, вода затапливает и другие регионы. Паводки в Казахстане в своих целях используют российские чиновники. К примеру, полномочный представитель президента РФ в Уральском округе Владимир Якушев заявил, что рекордное наводнение в России произошло из-за Казахстана, потому что там сбрасывают воду со своих водохранилищ без согласования с РФ. Однако, эколог Евгений Симонов отмечает, что этот фактор вряд ли мог повлиять на общую ситуацию в России. Я очень сомневаюсь, что это как-нибудь повлияло на общую ситуацию, нежели, я не знаю, про какой-то небольшой водоток, где у Казахстана было сравнительно большое водохранилище. Но его просто нет в информационном пространстве. Тем временем уровень реки Урал у российского Оренбурга достиг 10 метров 60 сантиметров. Это самый высокий уровень воды за всю историю наблюдений. Мэр города Сергей Салмин заявил, что превышены все самые опасные отметки. По последним данным, в городе затоплены более 12 тысяч жилых домов. Эвакуировано более 7 тысяч человек. Российские оккупанты 11 апреля вновь совершили массированный обстрел по территории Украины, атаковав объекты энергетической инфраструктуры. В частности, вследствие атаки полностью уничтожена Трепильская ТЭС в Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрэнерго. Все сотрудники предприятия остались живы. Также были атакованы Харьковская, Львовская, Одесская и Запорожья. Более 200 тысяч жителей Харьковщины остались без электроснабжения. Как сообщает командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук, враг применил 82 средства воздушного нападения, из которых 57 было уничтожено. Как рассказал представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, атакуя объекты инфраструктуры, враг пытается сделать то, что не успел зимой. По его словам, удары наносятся именно по гражданским объектам, которые не имеют никакого отношения к военной или оборонной инфраструктуре. На атаку РФ отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина нуждается в системах ПВО и другой оборонной поддержки. Тем временем ночью и утром 11 апреля гремели взрывы на территории России. Местные власти Курской области сообщали об атаке беспилотников по мощностям Железногорского комбината. Как сообщает российская Минобороны, всего якобы было уничтожено 13 беспилотников над Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями. Кроме того, впервые была атакована Мордовия. Вооруженные силы Украины устроили танковую ловушку российским оккупантам на одном из ключевых перекрестков в районе Бахмута. Все из-за того, что захватчики нацелились на город Часов-Яр. Его потеря, как считает аналитическая группа Frontaligence Inside, которую цитирует Forbes, расчистит противнику путь для марша на запад, что впоследствии обеспечит прямой путь для продвижения армии РФ ключевым городам Украины. Дорога, соединяющая Часов-Яр и Бахмут, имеет несколько мостов через водный канал. При правильном подходе и правильном распределении ресурсов Часов-Яр потенциально может стать очень серьезным препятствием для продвижения российских войск. Эта дорога охватывает узкое место для российских войск, которые выдвигаются со своей передовой базы в оккупированном Ивановском. По данным Frontaligence Inside, бойцы ВСУ и 42-й, и 67-й механизированных бригад и смешных подразделений, сосредоточив достаточно огневой мощи на мосту, могут заблокировать российские штурмы Южного Часового Яра до того, как те достигнут защиты деревьев. Пока это удается, и россияне терпят поражение. На своем ютуб-канале Майкл Наки, ссылаясь на телеграм-канал Черный Лебедь, 225-го штурмата ВСУ, рассказал, как проходил один из боев. Россияне шли по двум направлениям, суммарно используя до 20 единиц бронированной техники. Бой длился около пяти часов. В результате слаженных действий защитников большинство техники было поражено. А за прошедшие сутки украинские защитники подвили, по крайней мере, одну российскую боевую машину БМП, когда она переходила через мост. Корпус разбитой техники присоединилась к корпусам нескольких других сгоревших российских машин в танковой ловушке и вокруг нее. Тем временем, 9 апреля в сети распространялась информация о том, что россияне захватили село Первомайское в Донецкой области. Об этом сообщали российские военкоры и украинский проект Deep State. Однако позже телеграм-канал Фашик Донецкий выложил видео, на котором виден украинский флаг в центре Первомайского. Отметим, с начала полномасштабной войны России против Украины потери врага составляют 450 890 российских захватчиков. Турция подготовила проект договора по мирным переговорам между Украиной и Россией, цель которого – заморозить войну в Украине, пишет газета «Новая Европа», ссылаясь на источник, который видел документ. Там отмечают, мирный план Турции уже получил президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин. По данным издания, большинство пунктов документа основываются на первых переговорах Украины и России, которые проходили в Стамбуле в 2022 году. Так, турецкая сторона предлагает, США и РФ обязуются ни при каких условиях не применять ядерное оружие. Также они возобновляют действие договора об ограничении стратегических вооружений СНВ-3 без возможности одностороннего выхода из него в будущем. Запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию её правительства, а также заморозка войны по существующей линии фронта. Кроме того, мирный договор предусматривает обязательство провести в 2040 году референдумы общеукраинские о внешнеполитическом курсе страны, а также референдумы под международным контролем на всех оккупированных территориях. В гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года обмен пленными по формуле «всех на всех», а также Россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз. Кремлевские власти время от времени заявляют, что якобы не отказывались от переговоров с Украиной. При этом путинский режим не хочет говорить на основе украинской формулы мира, заявляя, что диалог будет вести на нужных Москве условиях. Когда Путин объявил об аннексии украинских территорий 30 сентября 2022 года, он сказал, что Россия не будет обсуждать итоги псевдореферендумов. Ранее президент Турции Раджеп Эрдоган уверял, что они принципиально поддерживают 10 пунктов мирного плана Украины. Украинские пилоты в Дании и США находятся на завершающей стадии обучения на истребителях F-16. Об этом во время брифинга 11 апреля сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. Сейчас у нас проходят учения сразу нескольких групп, несколько подготовленных этапов. Они уже непосредственно тренируются оттачивать свое мастерство на задачах, которые будут поставлены перед ними в Украине реальными. Так украинские летчики отрабатывают удары по малоразмерным целям, в том числе таким, как шахеды, крылатые и управляемые авиационные ракеты. Украинская сторона и партнеры не планируют объявлять дату поставок западных самолетов. По словам Евлаша, все, что касается F-16, проводится за закрытыми дверями. Это определенная стратегическая неопределенность. Она дает нам момент для внезапности и неожиданного удара, нанесенного противнику. Также спикер Воздушных сил рассказал, что группа пилотов сейчас находится в Великобритании, где они проходят курсы по изучению английского языка и проводят наземную подготовку перед полетами. Еще одна такая группа уже завершила подобные курсы и переместилась другую страну воздушной коалиции во Францию. Сейчас, по словам Евлаша, украинские защитники проходят подготовку на легкомоторных самолетах. Напомним, в марте издание The New York Times отмечало, что 12 украинских пилотов к лету этого года будут готовы к боевым вылетам на F-16. А появление этих истребителей в Украине может существенно повлиять на ход войны. F-16 не только будут противостоять вражеской авиации в воздушных боях, но также усилят ПВО и помогут сухопутным войскам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова